Всем привет! Это огромная распаковка заказа на 120 баллов. Точнее, здесь будет два заказа. Один я сделала из своего личного кабинета, а второй я сделала из личного кабинета дочери, потому что там был подарок за заказ. Это как раз карандаш для кутикулы. Я там редко делаю заказы. Скидка там, естественно, не 26%, а 20, как у любого человека. Поэтому я из ее личного кабинета, чтобы было не обидно терять скидку, сделала заказ на вещи. Как раз на одежду у Фаберлик скидка одинаковая для всех, кто просто делает заказ раз в полгода, или тот, кто каждый каталог 50 баллов оплачивает и имеет на основной ассортимент 26% скидка. У всех 20, здесь все равны. Поэтому я заказала, собственно, вот тапки, которые ей были никогда не нужны, а сейчас понадобились. Ну и мне кажется, это классный подарок на Новый год кому-нибудь. Они очень-очень мягкие, приятные. Это тапки Коала. Мы взяли размер 38-39. Ну, невероятно приятные. У них единственное, что из вот такой же ткани, из искусственного меха сделана стелька. А внутри, я бы, честно говоря, хотела, чтобы и вот здесь тоже был такой мех, чтобы вся нога чувствовала вот эту мягкость ткани. Так, что еще я заказала? Сыну джинсы на вырост. На ростовку 152. Он сейчас, ну, где-то 143. Ну, а это на весну. Я уже такие джинсы покупала в темно-синем цвете. Всего лишь за 719 рублей. Ну, я считаю, что ниже уже некуда цена. И, в принципе, он сейчас темно-синий носит. Ему нравится. Ну, и я решила, что можно повторить в другом цвете. Даже на 152-й ростовке есть утяжка на талии для того, чтобы можно было не носить это с ремнем. Не все дети любят еще с ремнями заморачиваться. Ну, и фурнитура. Фурнитура вся еще запакована. Я еще с ним не мерила. Только-только пришла с улицы бегом-бегом делать распаковку, потому что потом все это разбежится по разным местам. Все растащат, разберут и все. И я уже не соберу на распаковку. Так, ну, карандаш для кутикул. Давайте он где-то там лежит. Я покажу потом. Давали в подарок неактивным покупателям в 16-м каталоге. И я решила попробовать. Ну, теперь давайте начну распаковку. Заказано 110 баллов. Вот это вот все, что я вам показала. Это, кстати, 10 баллов мне принесло. 10,12 баллов. Тапочки в закупе 799 рублей. Джинсы в закупе 719 рублей. На распродаже они были и... Не знаю, есть сейчас или нет. Ну, вот я как раз хотела именно такой цвет, потому что темно-синие мы уже покупали. В общем, все сложилось. Осталось померить сыну, чтобы понимать, да, как они будут сидеть. Так, ну, давайте начнем все-таки мой заказ распаковывать. И что я заказала? Это журнал. Мне показалось, что такой нужно иметь обязательно у себя в коллекции. Пусть он будет. Здесь все достижения компании Faberlic 25 лет отмечает в этом году. И вот еще одна открытка. Это, кстати, у меня была в моем личном кабинете. Я в прошлый раз показывала. Это из Дочкиного. Очень красивая открыточка. Это все будет у меня просто как память, просто в коллекции. И что я хотела отметить, да. Вот у нас и в начале каталога, и здесь тоже есть определенные цифры, которые написаны, да, что входит в топ-100 парфюмерно-косметических компаний. Единственная российская компания входит в эти топ-100 из парфюмерно-косметических. 32 место в мировом рейтинге компаний прямых продаж. Ежегодный участник рейтинга крупнейших компаний России РБК-500. И вот я смотрела. Смотрела не РБК, а Россию, по-моему, канал Россия. И там выступал директор одной из косметических компаний России. И он сказал, что они сейчас будут расширять производство. Они будут переходить в онлайн, потому что у них только торговые точки. То есть у них еще направление это не развито. И они будут планировать 200 миллионов единиц продукции в год выпускать на рынок. Они будут только планировать. А Фаберлик уже в прошлом году 250 миллионов единиц продукции выдал в продажу. Так что компания очень крупная. И смотришь на эти цифры и даже не осознаешь вот этих масштабов. Ну, сравнить-то не с чем. Мы же не знаем, сколько другие компании производят. А тут я слушаю это интервью. Я поняла, что вроде бы, да, компания на суху. Не буду сейчас произносить ее наименование. Но они только стремятся к тому, чего Фаберлик уже добилась. И вот тут происходит вот этот вот щелчок осознания масштабов компании. Ну, собственно, я писала об этом пост в ВК. Кому интересно, почитайте. И такой журнальчик. Мне показалось, что нельзя его не заказать. Он 200 рублей, по-моему, всего лишь стоит. Будет очень интересно почитать. Ну, и приятно держать его в руках. Качество печати на высоте. И глянцевое, и очень плотные страницы. В общем, девочки, я еще не листала. Но буду разглядывать. Может быть, вместе с вами его полистаем. Хотела очень давно заказать. И все время то с баллами перебор, то еще что-то. Но тут, думаю, нет уже все. Хватит откладывать занятия с собой. И решила заказать вот этот прибор для массажа лица. Для того, чтобы с овалом немножко поработать. Будем смотреть. Я наслушалась положительных отзывов. И решила, ну, раз уж я не люблю ходить по косметологам, то, наверное, нужно хотя бы что-то дома делать со своим лицом. И заказала. Так, ну, не могла пройти мимо акции. У нас была со средствами гигиены. Все остальные посмотрела достаточно. Ночные почему-то подошли к концу. И я две упаковочки закинула. Так, средства для очищения ванной комнаты. Я до заказала. Вы знаете, на что я истратила предыдущие средства. Практически все, которое мне не понравилось по аромату. Ладно, я вам расскажу в пустых баночках. А это пришло на замену. Мне очень нравится его аромат. Я с лимоном больше или какой-то цитрус какой-то у нас покупать не хочу. А это вот купила на замену. Хотела, кстати, то отдать маме. Она все равно использует. Я особо там, к запахам она не особо избирательна. А оказалось, что оно в пустых банках вам расскажу, куда оно применяется. Так, очень долго думала, что же мне заказать по купону на колготки. То ли 40, то ли 45 процентов у меня попался купон. И пока я долго думала, выбирала, колготки в рубчик, в рубчик они у нас называются, да, закончились. Ну и я посмотрела. Конечно, тратить скидку на недорогие колготки, когда выгода получается там 20-30 рублей, мне не хотелось. Я заказала леггинсы из хлопка 200 ден. У меня уже есть такие серые. И я их с удовольствием ношу уже много лет. Очень много лет. Не знаю, они как только вышли, я, наверное, их купила. Теперь дозаказала черные, потому что мы периодически с дочерью делим те леггинсы. Я думаю, да сколько можно их делить. Вот. И я решила, что мне надо ходить пешком. То есть мне нужно что-то тепленькое. Здесь 200 ден, они очень плотные. И большой плюс для меня, что это не колготки. Потому что у колготок у меня есть проблема. Протираются пятки или закатываются, особенно в обуви из натурального меха. И в этом случае, конечно, лучше носки. Вот. Поэтому я под эти леггинсы буду надевать любые носки и ходить. Вот. Вот моим серым нет сносу. Здесь, кстати, есть какое-то подобие внутри. И как будто бы начес есть. Тепленькие они. Какой же я размер взяла? Я взяла, по-моему, я взяла М-ку. Я взяла М-ку, троечку. А те у меня, те я покупала дочери, те у меня Эска. Но я все равно в них вхожу спокойно. И в них тоже я в прошлую зиму ходила. Пополнила запасы биогеля для мытья посуды. Чтобы не остаться случайно без средств для посуды. Точно в магазине покупать никакой я не хочу. А это у меня уже подряд. Не знаю, какой. Никакой другой аромат тоже покупать пока не хочу. Мне он очень нравится. Он мне нравится тем, что его практически незаметно. Ни вот, ни на ощущение, ни от рук, ни от чего не пахнет. Потом полностью смывается. И поэтому я его обожаю. Так. Теперь. До заказала чистящий крем. У меня заканчивается мой. Тоже, чтобы не остаться без него. В запас поставила. Но этот запас буквально я уже достану, может быть, через неделю. Средство для чистки духовок и плит. Что я сказала? Оно у меня используется в качестве устранителя засоров. Так как у меня сейчас выпадают волосы, то я не перестаю просто чистить слив от волос. Ну, что я достала, то достала. А что ушло глубже, я достать не могу. Поэтому я периодически заливаю это средство на ночь. Прогреваю трубу, чтобы там все разогрелось, чтобы не ледяная вода была. И просто сливаю горячую воду. И потом наливаю, ну, для профилактики, примерно полбутылки. В те места, куда могут попасть волосы. Это душевая кабина у меня и ванна. Вот. Туда наливаю, то есть бутылку на два места разливаю. И утром просто я включаю воду и все. Кто не смотрел, посмотрите под моим видео. Сейчас в описании будет ссылка на то видео, где Людмила Хамула делала эксперимент с растворением волос. Именно средством для плит. Просто глазам своим не веришь, но увидишь и поверишь. Поэтому именно его я использую для очищения. Так, чтобы у меня вот этот прибор не думать, с чем не использовать, я, конечно же, взяла специальное средство. Кстати, вот оно и для ультразвуковой чистки тоже подойдет. У нас уже есть аппарат для ультразвуковой чистки, но я им ни разу не пользовалась. Им пользуется дочь. А я купила увлажняющий гель с электролитами, как раз вот, чтобы в паре использовать. Он, кстати, не шел ни по каким купонам, поэтому я его просто заказала и все. Был купон, не помню какого размера, на уходовую косметику. Я взяла нежный тоник. Он, кстати, полностью на английском языке. Здесь все теперь написано. По-русски ни слова. Аромат, слава богу, тот же самый. Сейчас у меня из новых, из гиауронки тоник в использовании, но я решила вернуться к старому. Не потому, что тот мне не понравился, просто решила чередовать. Да, тот, кстати, тоже тоник неплохой. Так, это для дочери я пополнила запасы, посмотрела, что у меня в коробке нет ни одного бальзама для волос. И заказала это ее любимый. Даже не спросила, надо, не надо. Заказала и все. Так, теперь у меня, не помню, на что это была скидка. Наверное, для средства, на средства для душа, наверное, да? Не знаю, не помню. Гель-спрей для полостирта с пребиотиками. Началась осень. Я вот вчера, например, немножко по ветру погуляла. Не то, чтобы погуляла, а дошла от машины до подъезда. И с утра уже у меня горло вот так вот немножко прихватило. Много мне не надо, чтобы подмерзнуть и заболеть. Поэтому я посмотрела, чем можно набрызгать. Вот его не было сегодня, вот только позднее получила заказ. Пришлось лекарственными средствами. Это не лекарство, но когда что-то вот только-только начинает в горле, там признаки воспаления какого-то зарождаться, начинаешь брызгать и все проходит. Ну и, кстати, когда лечишь горло, если оно красное, уже все заболел, то в промежутках между лекарственными средствами я обрызгаю вот этот гель, потому что хочется чем-то смягчить горло и не просто водой. И лекарством же не будешь постоянно по 10 раз в день. Поэтому вот очень хорошо выручает, когда смягчить нужно, когда першит, когда кашель, сухость в горле. Очень выручает. Я его поэтому купила. Все, мои все закончились. Так, теперь купила себе маску для волос с лотосом из линейки Арису. Я сейчас делаю маски на корни волос, разогревающую с перцем, ботанику, а на кончике у меня закончились все маски. Было вот просто неимоверное какое-то количество, я даже не смотрела на них в каталоге, а тут обнаружила, что у меня нет ни одной. И вот заказала. Что еще у меня есть для волос? Я еще докупила концентрат против выпадения волос в ампулах. Несмотря на то, что мне очень много в личные сообщения присылают фотографии средств. Я что-то заказала, кстати, даже из того, что вы мне прислали. Не из Фаберлик, потому что, ну, когда пишут, вот, посмотрите, фотографии присылают до и после. Я эти средства как только получу, начну ими пользоваться и посмотрим, да. Но пока я все-таки хочу закончить, ну, не то чтобы курс, но по крайней мере, линейку, которую я уже начала использовать, Эксперт Фарма. Я, во-первых, докупила, я докупила еще, не доставала, у меня бальзам против выпадения волос, который смывается, у меня есть только тот, который не смывается. Я дополнила линейку еще и шампунем, где у меня шампунь, сейчас мы дойдем до него. В общем, шампунь против выпадения волос. Так сразу и не поймаю его в сумке. Ладно, ладно. Шампунь против выпадения волос я тоже купила, чтобы все полностью было, у меня куплена линейка, использовать линейкой. И не так, что там, там, 4 недели попользовался, нужно 4 месяца. И уже сделала вывод. Поэтому я хочу сначала попробовать всю линейку эту пройти, как положено, курсом. И потом уже переключусь на то, чтобы... Вот сразу нашелся активный шампунь против выпадения волос. Тоже его купила. Его очень неудобно использовать. Вот так вот он, просто не продавить его. А шампунь очень густой. Ну, или на крышке хранить, или ставить сюда дозатор одну из двух. Вот, буду теперь еще и этим шампунем. То есть у меня куплена полностью линейка против выпадения волос у Фаберлик. Плюс ко всему у меня еще куплено масло с перцем из линейки Ботаника. Вот пока пользуюсь этим всем. И целое видео этому у меня посвящено. Можете посмотреть, что еще я использую. Ватные палочки купила. Спросили тут меня Марина. А на что вы используете ватные палочки? Ведь нельзя ими уши чистить. Ну, я уши ватными палочками не чищу. Но зато я поправляю ими макияж. Когда я размазала тушь, когда, не знаю, надо немножко, может быть, даже тени иногда растушевать. Ну, каких-то... Очень много у меня способов применения палочек. И не только в макияже, а в принципе в жизни они бывают нужны. Поэтому, конечно, я их докупила. Вот я, кстати, раньше думала, что мы мало палочек расходуем. Но теперь, когда дочь не ходит в бассейн и регулярно красится, у нас палочки просто улетают. Так, я вот все думаю, что я пустые баночки снимаю. Представляете, закончился. Достаю и говорю, закончился пятновыводитель. Нет, только начнется новая баночка. Универсальный спрей пятновыводитель. Это моя палочка-выручалочка. Школьные рубашки у нас три за неделю белых рубашки превращаются в серые рубашки. Вот эти все места, которыми елозит по парте, парты все грязные, манжеты, воротнички. Все это раньше нужно было застирывать мылом, портить руки, маникюр, кожу, кутикулу и все. Видите, сейчас ничего этого не нужно. Просто набрызгала и в стиральную машину. Все выходит идеально чисто. Так, в прошлом каталоге был у нас по акции Алоэ Баланс на 100 рублей дешевле. И я принимаю по одной чайной ложке с утра. Дочь у меня стала принимать. Ну вот, смотрите, даже что вам хочу сказать. Интересно. Все, что я принимаю сейчас для волос из БАДов, и не только для волос, а вот этот Алоэ я принимала просто по своим ощущениям. Ну, пользу Алоэ переоценить сложно, поэтому вот решила немножко попить его. И скажу вам, что у меня прибавилась бодрости, физической бодрости, активности. И даже пасмурная погода не так на меня действовала, как раньше. То есть я, останавливая выпадение волос, просто вот этими всеми БАДами приободрилась как-то. Правда, 4 баночки у меня есть, поэтому одной баночки мне хватает на 20 дней. Я не знаю, сейчас в этом каталоге уже нет на него скидки такой. Что будет в следующем? Ну, я посчитала, что на 40 дней мне хватит. Каталог у нас длится 21 день, то есть... А этот еще и 14, то есть, ну, скорее всего, через каталог или через 2 я точно попаду еще на одну акцию. Если захочется, то я докуплю. Был по акции Коэнзим Ку-10, но тут тоже сложно переоценить его пользу, влияние на сердце и сосуды. Я пропила курсом одну баночку, а мне говорили пить по 2 месяца. Вот я еще одну, а следующую уже оставлю. Будет она у меня на следующий курс, это весной я буду. Так, вот я дошла до карандаша для кутикулы. Он был и по акции каталога и давался в подарок тем, кто давно не делал заказ. Вот я заказала. Девчонки говорят, что у кого-то он приходит сухим. Вот я решила проверить, сухой он приходит или нет. Но хочу сразу сказать, что хранить его нужно вот так носиком вниз, чтобы масло стекало. И вот здесь вот оно сюда накапливалось, потому что так масло будет испаряться и сохнуть. Ну, давайте я просто сейчас проведу. Вам видно, да, что он оставляет маслянистый след. Карандаш не сухой. Вот. У кого сухой, поставьте на носик, подержите. Ну, кстати, пахнет просто каким-то растительным маслом. Вот, собственно, так он выглядит. Подержите вот в таком положении, поставьте его куда-нибудь в подставку и пользуйтесь. Я, кстати, не помню, с кем разговаривала. Наверное, со Светой Кузнецовой. Она сказала, что у нее чуть ли не год уже этот карандаш, и он даже не думает заканчиваться. 70-процентная скидка у меня по ВИП. Две уже скидки, потому что больше 18 периодов я ВИП-консультант. Уже, наверное, 63 или 64 периода. Меня, правда, восстанавливали, но все равно я с июля прошлого года, да, получается, уже полтора года, у меня ВИП-статус идет уже непрерывно, вот, и две скидки у меня есть, 70-процентных. Я купила Омегу. Просто Омегу Форты без 369, и рублей 360 баночка обходится, поэтому всегда всем говорю, оплачивайте 100 баллов, ну уж 50-то точно. Я вот сегодня села делать заказ по 17-му каталогу, и я туда накидала вот просто то, что вспомнила. Это без своих пометок в каталоге, без того, что я прошлась, посмотрела, что мне, где еще у меня заканчивается, что я отложила из прошлого каталога на текущий, и у меня уже набралось 50 баллов. Я еще даже не рыскала, вот говорю по углам, еще не спросила маму, еще не спросила дочь, я никого не спросила, у меня уже 50 баллов. Поэтому 50 баллов набирать очень легко, а 100 баллов можно набирать даже не своими заказами, не своими руками, а просто раздав каталог, и получать определенные привилегии от Фаберлик. Заказала Малавтелин, тоже всегда должен быть у нас в семье в аптечке. Так, теперь у меня были 50% скидки на средства для дома. Они и так были все со скидками, там 45 где-то было в одном месте, по-моему. Ага, да-да-да, там было 45 на биогель для мытья посуды, а я использовала 50. И еще у меня, или 60 ли я использовала на это средство, в общем, как-то так. А вот на эти штуки я использовала 50% скидки, они сработали, и я купила распылитель, не знаю зачем. Ну, просто вдруг когда-то пригодится. И крышку пушпул, у меня периодически они становятся некрасивыми, хоть я их и мою. Вот, ну, вот иногда здесь уже перестает все это вымываться. И вот отсюда тоже я их меняю, чтобы просто было красиво и эстетично. Так, что еще у меня здесь? Давайте посмотрим. Так, тут остались декоративные всякие штуки. Во-первых, я заказала карандаш Wood Expert. У меня была скидка на декоративную косметику, не помню сколько. И я заказала еще один оттенок, и по-моему, по-моему, это красное дерево. Вот. Будем с вами когда-нибудь тестировать. Я уже, честно говоря, на руку наносила, смотрела, ну, слишком рыжевато как-то для меня. И не знаю, буду ли я его использовать. Может быть, тонким слоем, скорее всего, уедет к маме сразу новым. Так, теперь обновила сыворотку-кондиционер для роста бровей. Тоже со скидкой по купону взяла корректор Beauty Lab 0219. Давайте посмотрим, какого он пришел цвета. Он бывает приходит посветлее, бывает приходит потемнее. Но это никак не влияет на его эффект на лице, потому что он подстраивается. Вот этот, кстати, пришел прям такой темненький какой-то. Ну, у меня уже приходил темный, и это никак не влияло на макияж. Это все смотрелось нормально. Я писала в компанию, но потом уже поняла, да, не имеет значения, какого он цвета здесь приходит, потому что он полностью подстраивается под тон. Ну, дочь просто сказала, мам, все, мне больше никакой тушь не надо, покупай мне Miss Curl. Я снова ей купила Miss Curl именно в лимитированном выпуске, потому что она гарантированно свежая. Она была выпущена к прошлому Новому году. У туши, по-моему, срок годности 3 года, насколько я помню, или я вру. Где бы сейчас тут найти, сколько у нее срок годности, вот так вот сходу быстро. Ну, я не найду. Ну, в общем, она, я уже такую покупала, причем я ей красила примерно месяц, потом отдала ей, и она еще свои ресничища красила, наверное, тоже месяц или полтора, и потом только сказала, мам, все, больше не могу, дай другую такую, а у меня другой такой нет. Вот я заказала в прошлом каталоге без всяких акций, скидок, получила полный балл, она стоила 359 рублей, и примерно 3,5 балла мне за нее начислили, поэтому я вот в таких случаях, когда тушь стоит 359 или 300, я для себя не вижу разницы, потому что мне это дает полный балл. Мне еще возвращается 23% от покупки, так как я в статусе директора старшего, вот, ну, не найду я сейчас в этом длинном чеке. Кольцевалку примерно 3,5 балла я за нее получила. Так вот она сейчас, не помню в какую тушь, окунает эту кисточку и красит ресницы, по-моему, фест-класс. Вот, она фест-класс забраковала, кстати, сказала, что нет, это намного лучше, и все, бери мне только эту. Ну и вот еще с 65, по-моему, процентной скидкой я купила себе тинт в оттенке 63,55, все, как у меня уже было. В последнее время у нас были скидки и по адвент-календарю, и вот по купонам, и, конечно же, я всегда рекомендую с большими скидками покупать что-то дорогое, чтобы оно стало не так дорого для нас. Ну и попробовать. И взяла тинт, потому что я всегда сравнивала тинт с сывороткой неосерум. Потом к ним добавился еще кушон, как многие любят, чтобы я произносила. Так вот, теперь у меня есть сыворотка и кушон, а тинта не было. И вот чтобы мы все три средства могли сравнить в одно время, нанести на одно лицо, я заказала этот тинт, и будем с вами тестировать. То есть, видимо, в ближайшую субботу мы будем тестировать новый карандаш для губ. Мы протестируем тинт вместе еще с двумя средствами. Ну и вроде тут больше ничего нет. Ну вот и все. Ну и, кстати, да, я еще на Озоне заказала. У меня просто тут в сумке лежит двухфаску Лореаль. Хоть это и не Фаберлик, но когда были скидки из Черной Пятницы, она подешевела сразу на 100 рублей, и я заказала. В общем, все. На этом все. Вот 120 баллов. Ничего лишнего. Вот ничего нет по пять штук так, чтобы вот сразу на год был сделан запас. Вы сами видите. Кроме вот этих вот баночек, которых четыре, но они куплены на двоих, и всего лишь на 40 дней нам хватит каждый. Поэтому тут это даже невозможно назвать запасом, потому что это даже не курс вот этих баночек. Так что вот, девочки, я хотела на две упаковки вот этих ампул, но понимала, что перебор по баллам, и я лучше... Мне их все равно эти шесть ампул, которые здесь, их нужно принимать, втирать в течение двух недель. То есть как раз двухнедельный каталог идет, потом я закажу, и мне еще придет одна упаковка, просто баллы переместятся уже на другой заказ. В общем, есть такие определенные хитрости с перемещением товаров между заказами, но это на самом деле не сложно. Это нужно просто один раз подумать, как это все сделать, и у вас получится. Ну, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Теперь ждите в субботний эфир, накрасимся тем, что я приобрела. На этом все. Кто хочет со скидкой покупать, проходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь, и 20% скидка будет у вас сразу же на все. На этом все. С вами была Марина Соловьева. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok